Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством интересных художников. Сегодня хочу познакомить вас с Делакруа и Женом. Всего картинами, которые я нашел в интернете. Делакруа и Жен. Французский живописец, график, предводитель романтического направления европейской живописи. Возглавил национальную французскую романтическую школу. Ну и немножко отступил от четких правил академизма. Шел к официальному признанию многие годы. Его искусство было признанным лишь в конце его жизни. Я цитирую википедию. Но у нас он знаком по картине «Свобода, ведущая народ», которая принесла художнику мировую известность, став одной из узнаваемых полотен в истории. Родился он в прилиде Парижа в 1798 году. Официальным его отцом был Шар-Делакруа, политические деятели. Но ходили слухи, что он был незаконно рожденным министра иностранных дел Шарля Телерана. Иногда отцовство приписывали даже самому Наполеону. Александр Дюма, друг детства художника, вспоминал, что к трем годам Ижен уже вешался, горел, тонул и травился. В общем, рос с рванцом. Учеба в лице Людовика Великого. Мальчик провел большой способности в словесности и живописи. И даже получал призы за рисунки и знания классической литературы. Художные наклонности Ижен мог унаследовать от своей матери Виктории. Она происходила из семьи знаменитого краснодеревщика. Но, как написано в Википеде, настоящая страсть к живописи зародилась в нем в Нормандии. Там он обычно сопровождал дядю, когда тот отправлялся, чтобы рисовать с натурой. Вскоре он попал в трудное финансовое положение. В 1815 году юноша оказался представлен сам себе. Ему нужно было решать, как жить дальше. Он поступил в мастерскую известного классициста Пьера Нарцисса Герена. Стал учеником школы изящных искусств, где преподавал Герен. Здесь царствовал академизм. Ижен без устали писал гипсовые слепки и обнаженных натурчиков. Но, естественно, он осваивал технику рисунка. Общался с молодым живописцем Теодором Жирико, известным очень художником. Начинающего художника привлекли великим колористы Рубенс, Воронеза, Тициан, Панингтон. Вдовременно он интересовался творчеством Шекспира и Байрона. Но самое большое влияние оказал на Дилкруа Теодор Жирико. Я постараюсь еще как нет рассказать об этом замечательном художнике. Жирико работал над картиной «Плод медузы», знаменитая картина, положившая начало французскому романтизму. И Дилкруа позировал своему другу. Он стал свидетелем о рождении композиции, говоря, что когда он увидел законченную картину, он в восторге бросился бежать, как сумасшедший. И не мог остановиться до самого дома. В 1824 году Дилкруа показал Солоне свою резню на Хиусе, которая описывала ужасы недавней войны Греции за независимость. И Бодлер назвал это полотно жутким гимном, року и страданию. После этого многие критики обвиняли Дилкруа в чрезмерном натурализме. Но тем не менее, главная цель была достигнута. И, естественно, молодой художник заявил о себе. В июле 1830 года Париж восстал против монархии Бурбонов. Дилкруа симпатизировал восставшим. Ну и, естественно, это нашло отражение знаменитой «Свободе ведущий народ». У нас она известна как «Свобода на баррикадах». Новое правительство купило картину, но при этом немедленно распорядилось снять ее. Слишком уж опасным казался ее пафос. Судьба картины. Сейчас она находится в Лувре. В 1832 году Дилкруа вместе с дипломатической миссией направляется с визитом Марокко. Путешествие Африка повлияет на его дальнейшее творчество. Дилкруа сделал сотню эскизов. И в дальнейшем впечатления, которые он получил от путешествия, служили ему неисчерпаемым источником вдохновения. Возвращение во Францию положение его упрочилось. Последовали официальные заказы. Первой монументальной работой стала роспись, выполненная в Курбонском дворце. После этого Люксембургский дворец, фрески для церкви Сен-Сюльбис. Мое сердце всегда начинает учащенно биться, когда я поставюсь лицом к лицу с огромной стеной, ожидающей прикосновения моей кисти. Так он говорил о работе над фресками. В 1835 году у него обнаружилась серьезная болезнь горла, собственно говоря, от которой он и умер. Он посещал знаменитые собрания, приемы, салоны Парижа. И надо сказать, что его уважали. Его появление ожидали. Он быстро стал острым угом, отличался элегантностью костюма, манер. Хотя частная жизнь его осталась скрытой от посторонних глаз. Говорят, что долгие годы продолжалась его связь с паранессой Жозефиной де Форже. Но, к сожалению, их роман не венчался свадьбой. В 1851 году художники избрали городской совет Парижа и через некоторое время наградили орденом почетного легиона. Была организована персональная выставка Тилокруа в рамках всемирной парижской выставки. 13 августа 1863 года, в возрасте 65 лет, он скончался. Похоронен на кладбище Перлашес. Надо сказать, что в Луре есть целый картинный зал. Зал Дилокруа. В честь Дилокруа назван кратер на Меркурии. В шестом округе Парижа есть музей Ежена Дилокруа. Там была последняя квартира Дилокруа. Было организовано общество наследия художников. Квартиру выкупили и устроили там музей. А в 1954 году здание было передано французскому правительству. В 1971 году оно становится национальным музеем. Ну, вот, собственно говоря, и все. Наверное, посмотрите работы этого художника. Сегодня мы познакомились с творчеством художника Ежена Дилокруа. Французский живописец и график. Предводитель романтического направления европейской живописи. Все, всем привет, всем пока. До свидания. Я. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok